Девочки, мальчики, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ирина Камискик. Меня зовут Ирина и сегодня я буду с вами делиться своим арсеналом парфюмерии. Если вам интересно такого рода видео, конечно же я вас приглашаю к просмотру. Начну с того, что я не являюсь коллекционером и у меня не было какой-то цели собрать какой-то большой арсенал или маленький арсенал ароматов. Просто я влюбляюсь в какой-то аромат и я его себе покупаю. У меня ни один аромат и даже ни два, сколько у меня сейчас имеется в наличии, я вам покажу. Удивительное является то, что я вообще на самом деле ароматы люблю намного больше, даже чем декоративную косметику. Но по иронии судьбы на моем канале за полтора года еще ни разу не было, никак не озвучивался никакой аромат. Я даже в покупках вам ни разу не показывала, какие ароматы я себе покупаю. Но сегодня вот свершилось и я решилась уже показать вам то, что имею на сегодняшний день. Начну я, наверное, просто по возрастающей, по моему мнению и в дальнейшем я думаю, что буду выкладывать обзор какого-то одного аромата на своем канале. Так что буду, так скажем, погружаться в то, что мне больше всего нравится. Начну я, наверное, свой рассказ и показ своей коллекции, даже нет, неправильно, не коллекции. Начну я, наверное, свой рассказ о своих парфюмах с первого аромата. Это фирма Delis. Попадался он мне в коробочке красоты, называется Cario Shiro. Очень интересный аромат. Я о нем обязательно сниму отдельное видео, если, конечно, успею. Уникальность этого аромата заключается в том, что он мне безумно напоминает более популярный аромат, который продается в парфюмированных магазинах. Обязательно постараюсь вам рассказать об этом аромате. Вообще сам дизайн флакончика такой идет в форме карандаша. Абсолютно деревянная упаковка и матовое стекло. Единственное, что он мне попался в коробочке красоты и он предоставлялся мне просто вот так. На него не было никакой коробочки. Это, собственно говоря, такой небольшой минус. Он у меня сейчас просто хранится вот так вот. Ну, благо я знаю, как надо хранить парфюмы и он у меня не подвергается солнечным лучам. Следующий аромат, который я вам хочу показать, обзору, это аромат от интернет-магазина. От интернет-магазина парфюмерии и косметики. Это доктор Пьер Рико. Аромат, который называется Кандали. Этот аромат мне попадался в одном из заказе. Он мне пришел в подарок. И знаете, вот ему уже скоро будет год. И я до сих пор не могу дружиться с этим ароматом. У него идет абсолютно простая упаковка, пузатенький такой флакончик, пластиковая крышка, написано Кандали. Ничего такого, знаете, какого-то изыска, чего-то такого восточного в нем. Либо как-то, вот знаете, я предполагала, что будет такой же интересный флакончик, как и коробочка. Но сам флакончик оказался очень простым. Аромат, я могу сказать вам, на любителя. И несмотря на то, что он мне нравится из флакончика, на себе этот аромат я не могу слушать. Он мне совершенно не нравится. И на него я тоже, скорее всего, сделаю обзор, сделаю видео. Если, конечно, успею, потому что у меня в планах его просто подарить человеку, которому он будет намного больше нравиться данный аромат. Вот так вот. Следующее, что я хочу показать. Аромат, который меня тоже так же впечатлил, удивил. И он является недорогим, по моему мнению. Это от тоже интернет-магазин. У меня был заказ интернет-магазин косметики в парфюмерии и фроше. Это СОЭЛИКСТИР. Их серия БОЙС САНСЕЛ. БОЙС САНСЕЛ называется. Аромат, который... О нем я даже оставляла пост в своем инстаграм. У него идет интересная коробочка. Такая вся, знаете, какая-то вот вся в блестках. Вся такая какая-то дорогая коробочка. В красивом цвете. Темная... Я так понимаю, это темно-коричневый цвет. С золотой гравировкой. Очень классно мне нравится. И вот такое, знаете, темно-коричневое стекло. Гардиент выполнен. Ничего такого сверхъестественного в упаковке нет. Но вот эта упаковочка мне намного больше нравится. Здесь идет пластиковая упаковка. Здесь гравировка и фраше. И сам аромат, который меня просто соблазнил, увлек этой зимой, этой осенью. Я им пользовалась и получала абсолютное удовольствие. Этот аромат, когда я его наносила на себя, я очень много получила. Много комплиментов. Как от женщин, так и от мужчин. Могу сказать то, что просто уникальный аромат. И в ближайшем будущем, открывая тайну, я вам могу сказать то, что я его закажу, наверное, в большем объеме. А вот этот аромат я, скорее всего, подарю своей маме, чтобы она тоже распробовала. Если он ей понравится так же, как и мне, обязательно сделаю ей заказ большего объема. Очень сильно мне понравился. У меня представлен в объеме 30 мл. Но это просто моя любовь. Был с 2016 года. С 2016 на 2017 я просто им обливалась и получала максимальное удовольствие. Следующий аромат, который тоже не является каким-то очень дорогим. Но он мне дорог сам по себе. Этот аромат от Жан-Марко Вентури. Аромат воспоминаний. Аромат ностальгии. Дорогий аромат, который возвращает меня в какой-то, знаете, не в далекое, даже прошлое аромат, который напоминает мне о том, какая я бываю без всяких. Вы знаете, вот дорогие ароматы, это дорогие ароматы. А вот этот аромат, он для меня дорог тем, что он меня возвращает в какое-то, знаете, беззаботное время. Это время еще до замужества, это время, когда идут конфетные периоды, такие конфетно-букетные периоды, когда мы такие, знаете, расцвет, юношество. Вот этот вот, это аромат. Вот это именно тот аромат. Это аромат называется Girl. У него абсолютная такая упаковка, пластиковая крышка. Он такой, знаете, ромбообразный, квадратный. Но он для меня шикарный. Это он относится к таким ароматам, который тяжеляющий, но имеющий определенные воспоминания. И когда я его наносила на себя, я всегда получала определенные комплименты. Мне говорили, что тебя пахнет чем-то таким необычайно нежным. Вот этот аромат для меня такой. И я, по возможности, буду его покупать и покупать. И я вообще очень сильно довольна то, что он у меня есть. Несмотря на то, что это недорогой аромат. Следующее, что я вам хочу показать. Аромат, который мне тоже попадался в коробочке красоты. Аромат, который называется Loewe. По-моему, так это называется. Коробочка выглядит вот так. Quest Love Passion. Здесь у меня идет туалетная вода, производство Испании. Выглядит вот такой вот карандашик. 15 мл такая вот миниатюрка. Это аромат моей весны в этом году. Не знаю, почему. Для меня всегда это был аромат осени. Но в этом году для меня это аромат весны. И я восхищаюсь этим ароматом. Аромат, также могу вам сказать, на любителя. Аромат, который либо вам нравится, либо нет. Но я вообще, когда я первый раз вообще познакомилась с этой маркой, первый раз у меня, это у меня вторая уже, у меня уже была полноразмерка подобного аромата. Сейчас это у меня уже вот как попалось мне в коробочке красоты. И я его еще раз, когда я его на себя наношу, я еще раз понимаю, что я хочу купить себе больший объем, достойный аромат, достойный флакон. Ничего в нем лишнего, все в нем здорово. Поэтому я восхищаюсь данным ароматом и очень рада, что он у меня присутствует. Следующее, что я вам хочу показать, это, знаете, аромат, который попал ко мне абсолютно случайно. Аромат, который удивил меня. И он открылся для меня совершенно с другой стороны, нежели я его слушала в магазине. Я сейчас говорю об аромате Dior Addict One. Как вы понимаете, это компания Dior. Это у меня туалетная водичка. То есть это не более такое, что это термоядерная стойка. Это не парфюмированная вода, это просто туалетная легкая водичка. Если в данный момент времени меня смотрит моя племянница Даша, тебе огромный привет. Сейчас даже объясню, почему я так говорю. У меня Даша, когда моя племянница Даша, когда она была совсем маленькой девочкой, она полезла к моей парфюмерии и она мне сломала вот такой вот флакончик. Но у меня до сих пор этот флакончик жив, я им пользуюсь, все замечательно, все хорошо. Вот такие у меня воспоминания с ним. Этот аромат, этот аромат мне подарил мой уже супруг. И хочу сказать, что у меня с ним столько воспоминаний. Он такой нежный. И этот аромат, который я хочу обязательно повторить, я очень рада, что он у меня сейчас присутствует в коллекции. Я сейчас на него смотрю, может быть вам будет видно, что вот эта вот крышечка, она такая розовая золотая. Мне просто так отбликует. Но очень красиво смотрится. Я могу сказать, что я тоже в него влюблена. Она очень нежный аромат, очень лаконичный, цветочный, такой весь по-настоящему нежный. Так, он у меня представлен в объеме 50 мл. Следующее, что я вам хочу показать, аромат, который также мне очень сильно нравится, аромат, который также за собой несет шлейф воспоминаний, это Бербери. Аромат называется Боди, у меня объем 35 мл. Это у меня уже идет парфюмированная вода. И этот аромат ассоциируется с моей беременностью, с рождением Кирюшки. Потому что, когда я была беременна с сыном, я этим ароматом просто обливалась. Но так как это парфюмированная вода, вы сами понимаете, что его нужно совсем немножко. А беременные женщины, девушки, они намного ярче воспринимают аромат, поэтому мне нужно было его немножко, но я получала максимальное удовольствие. Аромат, который, знаете, вот я сейчас его пробую, я вспоминаю все моменты, которые у меня были во время беременности, во время рождения Кирилла, и это просто необычайно. Я даже сейчас его боюсь на себя наносить. Я его прям по чуть-чуть на себя брызгаю, так скажем, для того, чтобы просто этот аромат не потерялся. Потому что хочу взять себе тоже в большем объеме, потому что аромат, который возвращает меня в те самые нежные трепетные моменты в жизни девушки. Большинство женщин говорят, что трепетный момент – это свадьба, но на самом деле самый трепетный момент в жизни девушки – это рождение ее ребенка. Это вот момент, который ни с чем не сравнивается, это рождение новой жизни, когда ты понимаешь, что у тебя ребенок, когда вот это вот все происходит на каком-то, не знаю, даже уровне, и вот это вот аромат, который меня возвращает в те моменты. Девочки, простите за сентиментальность, но ароматы для меня – это просто не просто парфюм, который… это аромат, который у меня всегда с ним что-то связано. Следующее, что я вам хочу показать, аромат, который у меня появился не так давно, это даже подарок. Так, подарок моей сестры – это компания Живаншин. Аромат называется Вересистабл, тоже парфюмированная вода. Аромат, который для меня совершенно нетипичен. И хочу сказать, это не моя сестра угадала с этим ароматом, она мне просто подарила сертификат в Литуале, я долго думала, что же я себе хочу купить, и по итогу я себе купила вот такой вот парфюм, немножечко добавила и купила себе парфюм. Аромат, который совершенно не похож на все ароматы, которые у меня сейчас присутствуют, он отделяется от всех ароматов отдельной, идет колонкой, отдельной стезей, отдельным вообще каким-то, знаете, теплоходом, но аромат, который очень мне сильно понравился, его многогранность, вот он как вот изображен флакончик многогранности, вот такой вот сам аромат, очень сильно мне он тоже приглянулся, я его купила, и мне кажется, он даже с прилавка просто кричал, возьми меня своей упаковкой, своей нежностью, вот эти вот просто вот нежно-нежно, такой, знаете, розово-оранжевый цвет у него, ну, очень сильно нравится, здесь у меня объем 40 мл, я уже им во всю пользуюсь и получаю удовольствие, пользуюсь им по настроению. Следующее, что я хочу вам показать, это, знаете, аромат старикашечка мой, это один из первых моих ароматов, у меня здесь еще один представлен, мой первый аромат, который я когда-либо купила первый раз на свои деньги, аромат фирма Олен, как вы видите его прям, вот я хорошо им пользуюсь, 60 мл туалетная вода, но несмотря на то, что это туалетная вода, он очень яркий, он очень стойкий, он очень шлейфовый, он запоминающийся, он янтарный, он такой, знаете, вот он прям заявляющий о себе, по глупости я тоже не сохранила упаковку со всеми своими переездами, но аромат, который тоже имеет определенную, так скажем, стезю в моей парфюмерии, которую я сейчас умею, и я его прям по чуть-чуть на себя наношу, потому что я уже больше его не встречала на рынке продаж, поэтому для меня это тоже аромат просто обалденный, у него замечательная упаковка, мне кажется, вообще компания Олен, парфюмерия, да, вот фирма Олен, они размышляют о своих упаковках, это что-то такое космическое, непонятное и необычайно классное, очень сильно нравится. Следующее, что я вам хочу показать, это то, что у меня появилось не так давно, аромат 8 марта, это же, конечно, как вы понимаете, это Герлен, Шалимар, и это тоже парфюмированная вода в объеме 30 мл, я уже говорила о том, что неоднократно, о том, как я влюбилась в этот аромат, и повторюсь снова, это было просто знакомство с терракотой от Герлен, в 2017 году они сделали линейку новогоднюю коллекцию, посвященную Шалимар, и когда я попробовала терракоту, я поняла то, что я хочу себе этот аромат, и вот этот замечательный флакончик у меня появился, это просто необычайный аромат, который просто влюбил меня с первого вдоха в терракоте, аромат, который меня за собой повлек, и когда он у меня появился, вот эта вот малюточка в 30 мл, я могу вам сказать, это просто достойнейший аромат, это просто воплощение какого-то искусства, и он для меня, это предмет, знаете, вот какой-то вот, это как золотой, он золотой, что ли, я не знаю даже как его описать сейчас, я это оставлю на потом, но это просто такая вот, это прелесть, это тот аромат, который он влетет за собой, завлекает, и он манит просто, это знаете, такая вот прелестная восточная штучка, которая мне кажется, вот я хочу его попробовать еще обязательно летом, чтобы окончательно понять его, услышать, что, собственно говоря, хотел сам парфюмер, когда создавал данное произведение искусства, по-другому этот аромат называть нельзя. Следующее, что я вам хочу показать, это аромат, тоже герлен, и это одно из платьиц, L'Apétib Drop Noir Couture, и это парфюмированная вода, аромат, который очень мне сильно понравился, и когда на рынке очень много, на рынке парфюмерии именно герлен вышло очень много платьиц, я размышляла и думала, какой же мне платьица больше подойдет с рукавами, без рукавов, и в один прекрасный момент я поняла то, что я хочу вот этот аромат, и он у меня появился на 14 февраля, могу сказать то, что сам флакончик, да, вы сами понимаете, это просто какие-то вот, это, я даже, я его описать не могу, этот флакончик, он очень красивый, и сам аромат, он тоже на самом деле очень сильно многогранен, и не соглашусь со всеми, кто говорит то, что это просто компотик, это далеко не просто компотик, и это очень достойный аромат, и для женщины, для девушки просто нужно попробовать ароматы герлен, именно платьиц, и выбрать, какое они себе, какое платьице они хотели бы надеть, и на самом деле, после того, когда я пробую вот этот аромат, могу вам сказать то, что платье, какое бы я одела, я бы обязательно одела такое платье, потому что для меня это такой вечер, повторение меня, это какой-то, знаете, такой вот замечательный аромат, как жалко, что он сейчас уже снимается с производства, но компания Герлен, они выпускают все время какие-то новые ароматы, посвященные тоже этим платьицам, достойный аромат, который достойный внимания. Следующее, что я хочу вам показать, аромат, который, но не, мы даже останавливаться долго не буду, он у меня еще запечатанный, это аромат от Chanel, Coco Mademoiselle, парфюмированная вода у меня в объеме 50 мл, литрофон у меня, флакончик этот запакован, потому что у меня есть еще пару пробников данного аромата, и Coco Mademoiselle мне его подарил супруг, и я вот сейчас размышляю его, когда я его одену, но не представилась такой возможности, чтобы его на себе одеть на самом деле, как представиться, обязательно одену, и обязательно сниму видео, расскажу вам свое видение аромата, именно вот этого вот Coco Mademoiselle парфюм, поэтому ждите, скоро будет обязательно в обзорах. Следующее, что я хочу показать, что у меня присутствует, аромат, который меня удивил, аромат, о котором я обязательно также сниму свой обзор, это у меня пока что миниатюра, это Mon Guerlain от Yves Saint Laurent, могу сказать то, что парфюмерия Yves Saint Laurent, я к ней всегда относилась предвзято, и не всегда я ее любила, но вот этот аромат, это один из всех ароматов, которые есть сейчас у Yves Saint Laurent, он меня впечатлил, это такая вот малюточка, Mon Guerlain, с такой вот замечательной шелковой, какой-то замшевой ленточкой, просто прелестнейший флакончик, прелестнейший аромат, обязательно о нем сниму видео, расскажу вам, как я его ощущаю, как я его вижу, но аромат, который на самом деле меня удивил, и всей линейки, и в Saint Laurent, все, что представлено, ни один парфюмер мне так не понравился, как понравился, к примеру, вот этот вот достойнейшее внимание, и просто прелестный аромат. Следующее, что я вам хочу показать, аромат, который влюбил меня, точнее даже влюбил не меня, а влюбил моего супруга в себя, это аромат от Lancome, Lanut Tresor, аромат, который, когда я его нанесла на себя и села в машину, я была в магазине Ritual, я его нанесла на себя, села в машину, и через некоторое время этот аромат у меня появился в коллекции, потому что у меня просто особый рук спросил, что ты на себя сейчас нанесла, я ему сказала, он запомнил, и вот он у меня в коллекции, на самом деле это просто мой афродизиак, это, знаете, даже мой собственный для меня афродизиак, я получаю максимальное удовольствие, когда я им пользуюсь. Это такой вечерний нежный аромат, который для кого-то очень сильный, для меня это нежный аромат, который воплощение тоже искусства, от упаковки до крышечки, до вот этой вот прелестной розочки, это просто, знаете, я держу какой-то замечательный, дорогой кристалл, который просто воплощение искусства. Я к каждому аромату отношусь индивидуально, и вот этот аромат абсолютно также для меня индивидуален в моей коллекции, я его очень сильно люблю, и аромат, который тоже так же получил определенное количество комплиментов. Хорошая удобная упаковка, темная черная упаковка с розовым, очень нежно, лаконично, очень нравится мне. Даже не то, что нежно, а так утонченно. И, наверное, жемчужина на данный момент в моей коллекции, это Жванши, это первый мой аромат, который я себе купила осознанно. Это Амираж Мираж, аромат, который до сегодняшнего момента, при каждом его нанесении на меня, когда я его наношу, я влюбляюсь заново, все снова и снова, аромат, от которого я не устаю, аромат, который меня настолько сильно в себя влюбил, и я в него влюблена, и этот аромат, который уже снят с производства, аромат 2006 года, очень достаточно старый, но от аромат, который, первый аромат с ванилью, который я так сильно полюбила, это вот он. Также о нем сниму отдельное видео, здесь у меня 30 мл, осталась уже половинка, и с каждым годом он все становится гуще и гуще, он такой становится тягучий, более терпкий, это у меня парфюмированная вода, замечательный флакончик, такой слаконичный, весь такой женственный, очень сильно нравится, и я восхищаюсь на самом деле этим парфюмом, и это жемчужинка моей парфюмерии, которой я горжусь, что у меня имеется в наличии. Так что вот так вот, ну все, девочки, все мои ароматы я вам показала, по возможности постаралась очень быстро вам просто показать все свои ароматы, простите за какие-то очень лирические моменты, но с каждым ароматом у меня всегда ассоциируются какие-то моменты, и когда я их вдыхаю, я всегда вспоминаю тот или иной момент. Конечно же, если вы хотите о каком-то аромате, чтобы я вам рассказала отдельно, пишите в комментариях, я обязательно сниму видео, либо я буду просто сама на свое усмотрение вам выбирать аромат и по настроению вам о нем рассказывать. Так что вот так вот, девочки. Большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца, большое спасибо, что вы на меня подписываетесь, большое спасибо за лайки, за комментарии, мне это очень ценно, для меня это очень ценно, большое спасибо, что вы были со мной, большое спасибо, что вы продолжаете наблюдать за тем, что я снимаю. Берегите себя и своих близких, с вами была ваша Ира, увидимся в скором будущем новом видео, до новых видео, всем пока-пока. Продолжение следует...